Олег Жданов, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, первый вопрос об этой грязной бомбе. Мы уже несколько дней подряд слышим эти новости с разных сторон и понимаем, что это все-таки больше похоже на угрозы и шантаж, но ведь просто так, вот такие заявления Российская Федерация не делает. Это же, получается, Украине следует ожидать какую-то большую и грязную, опять же, провокацию. Вполне возможно. Нельзя этого исключать. Учитывая характер поведения Российской Федерации, того, что они стараются достигнуть победы любым путем или преимущество, получить преимущество любым способом, человеческим или нечеловеческим. И что самое страшное, то что грязная бомба, она делается, в принципе, из подручных средств. Тут достаточно радиоактивных отходов и любого фугасного заряда. Вот вам уже грязная бомба. А мы знаем, что ядерная энергетика в Российской Федерации развита довольно неплохо. Вот в этом как бы состоит угроза неконтролируемости этого процесса. А почему заговорили об этой истории именно сейчас? Как вы считаете? Да потому что для победы все средства хороши. Такой принцип действия России. Это раз. И второе. У России просто больше не остается козырей. Смотрите, шантаж с атомной станцией не сработал. Все есть мир, прекрасно все понимает, и России все объяснили. Шантаж с Каховской ГЭС тоже не срабатывает. Вот они ищут новые пути и способы. У нас уже с вами не хватает фантазии придумать, что еще выдумает Российская Федерация. Ну а они, видите, еще находят. Ну а вы согласны с главой украинской разведки Кириллом Будановым, который говорит, что действительно нагнетание по поводу Каховской ГЭС, к нему нужно относиться не более чем к шантажу. И он в своем последнем интервью очень детально рассказал, почему самим же россиянам невыгодно взрывать дамбу. Ну я, в принципе, изначально был сторонником этой идеи и всегда ее озвучивал, что Каховская ГЭС это шантаж. Лакмус будет уровень сброса воды, который они сейчас там начали, аварийный. Если они остановятся на уровне Крымского канала, значит это стопроцентный шантаж. Вот. А топить свои войска, я не вижу, чтобы они отводили войска на левом берегу от реки Днепр из вероятной зоны затопления. Вот вам как бы косвенные разведпризнаки того, что дамбу они не взорвут. Скажите, пожалуйста, вот этот перезвон телефонный Шойгу с его коллегами, четыре звонка было, понятно, что они все были безуспешными, то есть послушали, его выслушали, сделали выводы и сказали, в кавычках, успокойся. Но не попытка ли это министра обороны простелить дорожку для переговоров на уровне Россия-Ша? То есть для того, чтобы Украину все-таки немножечко из этой схемы отодвинуть на задний план? Ну, вы знаете, думаю, что вряд ли. Скорее всего, тут ключевое слово переговоры. Понимаете, Российская Федерация, как бы даже вот несмотря на то, что у нас мы сейчас там на Херсонском направлении в основном переходим опять в позиционную войну, но тем не менее мы пытаемся измотать противника. И довольно у нас неплохо получается. И как говаривают некоторые генералы уже в генеральном штабе Российской Федерации, что наша армия потеряла способность к наступлению вчера, а завтра она может потерять способность к обороне. И для России крайне важно хоть как-то, хоть с кем-то сесть за стол переговоров. При этом одним из условий начала переговорного процесса это будет прекращение огня. Им надо прекращение огня, иначе они проваливают оборону. Хорошо. Вы можете нам сказать, что сейчас происходит реально с Херсоном? Русские говорят об эвакуации и отступлении. Буданов тот же в этом же интервью говорит о том, что это имитация отступления. На самом деле враг усиливается и окапывается в Херсоне. Генеральный штаб держит паузу, и никаких комментариев оттуда мы не получаем. Какая там ситуация на самом деле. Насколько, по-вашему, на сегодняшний день велики шансы вооруженных сил Украины освободить Херсон на ближайшие дни, недели или месяц? Сегодня очень тяжело сказать. Дело в том, что они, несмотря на то, что они говорят, что вроде как эвакуация, да, они меняют, они проводят ротацию, они заводят туда боевые части, а выводят оттуда небоевые. Ту же Росгвардию, то же подразделение ФСБ эвакуирует тот персонал, который привезен из Российской Федерации, но туда, на правый берег. Надо понимать, что такое правый берег. Правый берег это Ахиллесова пята всего западного, ну, западной части оккупированных территорий. То есть, если мы выходим на реку Днепр, то рушится все запорожское направление до Крымского перешейка. И недаром по некоторым источникам из Кремля, правда неофициальным, говорят, что Путин отдал приказ ни шагу назад с правого берега. Они будут драться за правый берег, они будут драться до последнего российского солдата. Так что надеяться, что Херсон так просто нам достанется, нет, ни в коем случае нельзя. И прогнозы я бы сегодня не делал. Судя по тому, как они перебрасывают туда технику и как они пытаются перебрасывать туда личный состав, причем любыми способами, на баржах, на паромах, на мостовых переходах, которые они через шлюз Каховской ГЭС перекинули. Кстати, это опять же вопросу, будут взрывать плотину или нет, а как они войска будут снабжать, если они взорвут плотину Каховской ГЭС. Так что они максимально усиливают свою группировку на правом берегу. Вот говоря о снабжении и о запасах военных Российской Федерации, есть, опять же, Буданов говорит о том, что ракета уже меньше, и даже неприкосновенный запас он все же исхудал. Как вы считаете, вот эти угрозы, опять же, разговоры о грязной бомбе, ядерный шантаж и угрозы затопить Юг, это, может быть, момент торгов, хотят выиграть немножко времени для того, чтобы запастись новым оружием. Может быть, какие-то дроны появятся новые, может быть, ракеты появятся, может быть, сами произведут, может быть, это просто затягивание процесса во времени. Нет, тут же никакого затягивания во времени нет. Это попытки остановить процесс, понимаете, попытки нажать на паузу. Но вот что надо отметить и отдать должное, наш генеральный штаб не реагирует на эти вещи. Мы ведем боевые действия в тех реалиях, в которых у нас есть возможность. Там, где есть возможность продвигаться, вот Харьковское направление, мы движемся. Да, медленно, но мы движемся вперед. Мы освобождаем территорию. На Херсонском мы немножко затормозились. Но, тем не менее, мы ведем активные боевые действия, и тактика изматывания противника, она работает. Вот это и бесит Российскую Федерацию. Они не могут ничего сделать с нашими вооруженными силами. Они не могут остановить процесс, и наступление процесс не могут остановить, и процесс выматывания или планомерного уничтожения российских вооруженных сил. Но, согласитесь, один из их планов остановить наши вооруженные силы, это забросать нас трупами. Я имею в виду российскую мобилизацию. Она, конечно, показала, что по факту количество превосходит качество. Мы все радуемся в соцсетях вот этим алкомобикам, понимаем, насколько они слабые, что уровень подготовки их нулевой, но все же нужно признать, что проблема есть. Их много, и их будет еще больше. Мой вопрос в чем? Насколько это большая проблема для вооруженных сил Украины, и на каком из направлений в ближайшее время она может проявиться, эта проблема? Я думаю, что она будет проявляться, давайте начнем с конца, она будет проявляться на самых критических направлениях. Это Донецкая и Херсонская. Вот на этих двух направлениях будет наибольшее количество мобилизованных. И да, вы абсолютно правы, как говорит поговорка, в чем сила зайцев в их количестве. И здесь именно Российская Федерация пытается брать количество. Да, для нас это становится проблемой в плане того, что у каждого есть автомат, и он стреляет. Не важно, как точно, важно, что эти пули летят в нашу сторону. Но я думаю, что это решаемая проблема. Эта проблема решаемая за счет качества нашего вооружения. Если союзники будут или страны-партнеры, вот то, что там нам наобещали на пятом, на шестом Ранштайне, будут выполнять свои обязательства и не будут затягивать по времени поставки, я имею в виду особенно артиллерию и особенно боевые бронированные машины, тогда, да, у нас будет возможность справляться и с этой проблемой. Мы в последнее время слышим меньше новостей, меньше информации приходит о том, что происходит на фронте и какие новые успехи есть у вооруженных сил Украины. Скажите, пожалуйста, это потому что пока не нужно озвучивать, или действительно есть тяжелая ситуация, когда нашим воинам трудно продвигаться вперед? И то, и другое. Ну вот я уже сказал, что на Херсонском направлении мы, там даже есть места, где мы отходим на более выгодные позиции, потому что они наращивают усилия, и да, у нас там наступление практически затормозилось. На Харьковском направлении мы сообщаем об успехах, и там мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед, выходим вот на этот рубеж Сватова-Кременная. Ну и даже на Донецком направлении у нас, вот это самое у нас тяжелое направление, где непрерывные атаки идут, не считаясь с потерями. Тем не менее, видите, мы на самых таких горячих точках пытаемся нанести максимальное поражение противнику, я имею в виду Бахмут. Ну, правда, мы не имеем, нет пока подтверждения от Генштаба, он действительно молчит. Но, тем не менее, мы все равно стараемся максимально измотать противника, и где возможно, там его тесним и освобождаем нашу территорию. Но пока я бы сказал так, конечно же, нас поразило, мы вот, ну, человеку хочется слышать приятно, нас поразила Харьковская операция, да, и мы смотрим на войну через призму сейчас, через призму наибольшего успеха. Но успехи не всегда бывают такими большими. Олег, в вашем ответе прозвучало обещание Рамштайна, я хотел бы развить немного эту тему. Помните, после начала вот этого массированного террора Украины дронами и ракетами, первой реакцией Запада было, что мы поможем, наша помощь будет беспрецедентной в этот момент, мы просто завалим Украину и ПВО, и ракетами, и новейшим оружием. Прошло уже более двух недель. Третья неделя пошла, как Суровикин нас терроризирует ракетами и дронами. Насколько адекватно выросла в связи с новыми угрозами помощь Запада? Как вы считаете? Ну, к сожалению, она не выросла. Я объясню, почему. Дело в том, что Запад же живет в условиях мирного времени. Они видят войну только в телевизоре и только с наших слов. Единицы организаций, которые приезжают в Украину, доставляют грузы гуманитарные или волонтерскую помощь, или комиссии разные. И поэтому, да, они возмущены, да, они много наобещали. А вот самое интересное происходит на следующий день, когда они приходят, и мы говорим, ну что, когда поставки? Они говорят, ну давайте садиться и планировать, когда будут поставки. К величайшему сожалению, так работает Запад. Не могут они сделать сегодня на сегодня, сразу после своих обещаний. Им надо все спланировать, им надо все это расписать, разложить. И они должны понимать, кто, когда, где будет грузить, куда отправлять и так далее. Вот в этом, как бы, я вижу большую проблему в логистике со стороны наших стран-партнеров. Вы знаете, да, о странах-партнерах вот хотелось бы еще с вами такой момент обсудить, потому что Иран очень странно себя ведет. С одной стороны, эмоционально и достаточно громко реагирует на желание Франции провести расследование. Были ли иранские дроны действительно на вооружении у России? И тут же вот приходит новость о том, что Иран готов с Украины расследовать поставки России дронов и обещает даже не остаться равнодушным. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана. Скажите, пожалуйста, это какая-то игра, это какой-то блеф-покер, или это действительно попытка доказать, что Иран ни при чем? Ну, слушайте, меня в этой истории больше всего смущает участие Франции. Франция всегда там, где надо спрятать концы в воду, там Франция. Вспомните, кто проводил расследование по нашему Боингу. Кто забрал черные ящики? Франция. Кто договаривался о мире в Карабахе? Франция. Кто договаривался о мире в Грузии? Франция. Кто у нас участвовал в Минских договоренностях? Франция. Франция имеет очень какие-то серьезные тайные связи с Тегераном, с Ираном вообще, и она постоянно присутствует в этом регионе. И если появилась Франция, то это вполне может быть вот такая, я бы сказал, большая подковерная игра, что в Риме мы вроде как открыты для исследования, а на самом деле дроны будут поступать. Тем более вы не забывайте, что заводов, как сказал наш главный разведчик генерал Буданов, заводов четыре. Да, один израильский, Израиль разбомбил. Спасибо им огромное за это. Но еще же есть завод в Таджикистане, есть завод в Иране, есть еще в одном месте завод, пока не оглашается в каком. Олег, а вот тот факт, что Израиль все-таки разбомбил один из заводов по сборке иранских дронов. Вчера поступила информация о том, что Израиль поделился разведданными с Украиной о методах борьбы с иранскими дронами. Говорит ли это о том, что произошли какие-то тектонические изменения во взаимоотношениях Израиля и Украины в вопросах поддержки Украины в этой войне? Нет, Израиль довольно такая интересная страна. Они действуют в своих интересах. Смотрите, какой завод они разбомбили возле Дамаска, которая могла получать дроны для атаки на территорию Израиля. Поэтому, с одной стороны, они делают вид, что они помогают, с другой стороны, они в первую очередь действуют в собственных интересах. И то, что они дали нам средства обнаружения и разведданные по этим дронам, опять же, больше преследует, на мой взгляд. Да, это помощь нам, огромное им спасибо за это. Но Израилю очень необходим боевой опыт борьбы с этими дронами для того, чтобы быть готовым. Ну вот, не так, как мы встретили дроны, неожиданно для нас, да. Они хотят быть готовым к тому, что эти дроны могут полететь в сторону территории Израиля. Ну, как говорится, друг твоего друга мой друг, поэтому сделали одно дело, которое... Ну да, в этом случае, конечно, лучше так, чем никак. Конечно. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время. Олег Жданов, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Продолжение следует...